Столкновение двух автомобилей на трассе Дифриз седанка Патрокол практически парализовало движение в сторону города. Из-за образовавшегося затора многие водители разворачивались на дороге с односторонним движением и съезжали на трассу М60. Тойота Хайс двигалась по седанкинской трассе в сторону бухты Патрокол. Водитель микроавтобуса решил остановиться из-за неисправности машины, прижавшись к правому краю проезжей части. Закончив движение, мужчина собирался выйти из-за руля, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент двигавшийся по правой полосе Ниссан Атлас на полном ходу врезался в заднюю часть припаркованного микроавтобуса. Водитель Тойоты Хайс считает, что главным фактором возникновения аварии стали непогодные условия, а именно невнимательность водителя микрогрузовика. «Все было видно. Я не видел, я не ожидал просто этого удара. Ничего не могу сказать, о чем он думал или что он видел. Я могу только сказать, что видимость была нормальная, габариты были включены аварийной. Я потянулся за знаком за аварийную, чтобы выставить его». Из-за происшествия движение по трассе в направлении Русского острова было практически парализовано. Поэтому многие автомобилисты разворачивались в обратном направлении и съезжали на трассу М-60, несмотря на то, что ехать назад им приходилось по участку с односторонним движением. Повреждения автомобиля обоих участников аварии довольно внушительные. У микроавтобуса сильно деформирована задняя часть и повело кузов. Однако двигатель заводится. Поэтому после составления схемы ДТП водитель Тойоты Хайс смог убрать автомобиль без помощи автопогрузчика. Ниссан Атлас получил серьёзные повреждения передней части. У него также повело кабину и своим ходом покинуть место аварии микрогрузовик не смог. Виновным в столкновении автомобилей, скорее всего, обудет признан водитель микрогрузовика, не выдержавший безопасную дистанцию между машинами. Продолжение следует...